В эфире выпуск международных новостей в студии Жанна Мамилова. Здравствуйте! Сегодня выпуски. Молодые борцы против климатических изменений устроили акцию в брюссельском здании Европарламента. Жители Центральной России ждет премьера нового театрального проекта «По дорогам фронтовых театров». Идет разработка законопроекта, который позволит детям-сиротам выбрать, каким способом они хотят реализовать свое право на жилье. Молодые борцы против климатических изменений проникли в брюссельское здание Европарламента. Они легли на пол, вынуждая социалистов и либералов перепрыгивать через живые препятствия, чтобы попасть в свои комитеты и комиссии, сообщает Евроньюз. Некоторым активистам всего по 14 лет. Они пришли по приглашению лиц, пожелавших остаться неизвестными. Цель акции – изобразить гибель человечества от перегрева планеты и потребовать от политиков больше денег на его предотвращение. В конце концов, юноши и девушек пригласили в зал заседания и выслушали в течение трех минут. Они подвергли критике готовящиеся зеленое соглашение стран Евросоюза. Принятие этого соглашения – приоритетная задача новой Еврокомиссии. Активисты требуют ужесточить документ, прежде чем он будет предоставлен на голосование депутатов на следующей неделе. Жители Москвы и Центральной России ждет премьера нового театрального проекта по дорогам фронтовых театров о предательстве, любви, смерти и наказании, передает телеканал «Мир-24». Фестиваль спектаклей посвящен 75-летию победы в Великой Отечественной войне. 5 декабря состоится премьера первого из спектаклей – это дипломная работа выпускника ГИТИСа. Ее поставили по повести Василия Быкова. Это история орудийного расчета, который под конец войны попал в осаду. В течение всего следующего года мастерские ГИТИСа покажут постановки по мотивам произведений фронтовиков. Выступления пройдут во многих городах России. Сейчас идут переговоры о гастролях по Европе. Министерство просвещения Российской Федерации планирует разработать законопроект, который позволит детям-сиротам выбрать, каким способом они хотят реализовать свое право на жилье, пишет «Правмир» со ссылкой на парламентскую газету. Предполагается ввести законодательно возможность получения детьми-сиротами старше 23 лет, которые имеют право на получение квартиры, предоставления сертификата для дальнейшей самостоятельной покупки. Таким образом, сироты смогут выбирать жилье там, где им удобнее. По данным счетной палаты, сейчас в России не обеспечено жильем около 270 тысяч детей-сирот. Французский врач Кристиан Шене осматривал своих первых пациентов почти 70 лет назад. Сейчас ему 98, и он по-прежнему лечит людей, передает НТД-ТВ. Пациентов принимает два раза в неделю в Шевелье-Ларю, пригороде Парижа. Некоторые ходят к нему уже несколько десятилетий. У доктора крепкое здоровье он даже обходится без очков, когда заполняет документы. Кристиан родом из города Анже на западе Франции. Его первая профессия – сварщик. Потом выучился на рентгенолога, а затем стал работать терапевтом. Во Франции врачи обычно выходят на пенсию в 67 лет. Сын Кристиана тоже врач, но он уже давно оставил практику. Ну а пожилой доктор и не думает с ней расставаться, хотя особого дохода она не приносит. Но он серьезно относится к своим обязанностям. Кристиан не жалуется на память и постоянно читает медицинские журналы в интернете. Так он всегда в курсе изменений в области медицины. Соучредитель Христианской ассоциации летчиков-спасателей Стюарт Кинг был отмечен специальной наградой британской почетной роты воздушных пилотов. 97-летний бывший лейтенант ВВС Великобритании получил почетную награду за выдающийся и продолжительный вклад в авиацию, присоединившись к списку получателей, включающему первого человека, высадившегося на Луну Нила Армстронга и командира Аполлона-13 Джима Ловила. Сегодня Христианская благотворительная ассоциация летчиков-спасателей является крупнейшей в мире гуманитарной авиакомпанией, которая осуществляет перевозки людей, предметов первой необходимости, оборудования во многие отдаленные регионы, в которые невозможно добраться из-за отсутствия дорог или их разрушения в результате конфликтов, стихийных бедствий или факторов окружающей среды. Организация помогает более 2000 христианских и гуманитарных организаций, а также 1000 изолированных миссионеров и местных жителей в самых отдаленных районах мира. В Вестмитцерском аббасте выставлена петиция ручной работы в поддержку христианок, преследуемых за свою веру. Петиция состоит из 16 тысяч прямоугольников, на каждом из которых надпись «Я вижу тебя» и подпись создателя, пришитая или написанная от руки на ткани. Учредителем выступила Международная христианская благотворительная правозащитная организация Open Door для того, чтобы повысить осведомленность о тяжелом положении преследуемых христианок, который остается в значительной степени замеченным. Выставка является убедительной декларацией солидарности с женщинами, чья вера делает их легкой мишенью для насилия и жестокости. Парламент Греции отклонил поправки в Конституцию, предусматривающие отделение церкви от государства. При голосовании 25 ноября их поддержали от 83 до 124 депутатах в 300 местном парламенте, передает благовость инфо со ссылкой на РИА Новости и сайт Эфемерида. Было внесено 4 поправки, касающихся отношений церкви и государства. За две из них проголосовали 83 депутата, одну поддержали 85 и еще одну 124 депутата. В православной Греции церковь не отделена от государства, и президент, премьер-министр, а также члены Кабмина обычно принимают присягу перед архиепископом Афинским и всей Грецией на Евангелии, давая клятву именем Святой, Единосущной и Нераздельной Троицы. Изменить отношения церкви и государства предложило предыдущее правительство Коалиции радикальных левых Сириза во главе с бывшим премьер-министром Алексисом Ципросом. Несмотря на преследование властей, крупнейшее международное библейское издательство продало в Китае более 85 миллионов экземпляров Библии на 11 языках, включая шрифт Брайля, сообщает портал Викторис со ссылкой на сайт фонда Варнава. В издательстве Amity Printing Company объявили о том, что с момента основания компании в 1987 году они напечатали 200 миллионов экземпляров Библии, чем установили новый мировой рекорд. За это время более 85 миллионов экземпляров на 11 языках, включая шрифт Брайля, мы распространили среди церквей в Китае, отметил руководитель Цю Чжун Ху. Начиная с 2003 года мы начали поставлять Библии за рубеж. Мы напечатали и отправили 115 миллионов экземпляров священного писания в более чем 140 стран. В Китае библии издательства APC продаются только в протестантских церквях триединства. Нецерковным книжным магазинам запрещено продавать религиозную литературу после введения запрета в 2018 году. На этом у меня все. Смотрите больше новостей на нашем сайте www.tbndfistv.com А я с вами прощаюсь. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!